Здравствуйте! В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСО нанесли ракетный удар чудом, уцелела деревянная икона причисленного к липу святых русского флотоводца Фёдора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Как известно, Фёдор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнём после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда, написал он в своём телеграм-канале. Развожаев пообещал предложить благочинному Севастопольскому округу протеерею Сергею Халюти и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября в день памяти Ушакова совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населённым пунктам Севастополя. Мы в каком веке-то живём? У меня чувство, что не позднее 16-го. Командующий флотом, вместо того, чтобы разбираться, почему ПВО пропустило удар, посвятая святых флота, его штабом, принимать меры, чтобы это не повторилось больше, будет ходить по окрестностям города с иконой. Вместе с протеереем Халютой, который в своё время отказался возглавлять музей в Херсонесе, не считая себя для этого достаточно компетентным, чем заслужил моё лично уважение. Нормальный человек оказался, а теперь вот будет укреплять ПВО чудотворной иконой. Мне всегда казалось, что нынешний губернатор Севастополя странноватый человек. Но в мирное время это не так бросается в глаза. Ну, устроил там антиковидные пикеты на всех въездах в город к визиту Путина. Ну, снял их через два дня. Ну, бывает, начудил. Но тут уже вопрос переходит в клиническую плоскость. К религии, вере, церкви вопрос отношений не имеет. Или разважая, как Сталин, который велел облететь на самолёте Москву с чудотворной иконой. Ну, так это ж легенда. Никто ничего не облётывал. Да в то время и в голову никому бы не пришло. Про помощь канала не напоминаю. Кратко. В Грузии произошло землетрясение магнитутой 4,4 около города Мцхета в 6 километрах от Тбилиси. Российское ПВО перехватило ракету ВСУ над Бердянском. В Твиттере появилось сообщение о том, что военные Азербайджаны уничтожили группу российских миротворцев, чтобы уничтожить собранное ими свидетельство этнических чисток. Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины, пишет Asia Times. Сегодня день памяти Зигмунда Фрейда. Россия ждёт уменьшения пенсии. Правда, не всех, а только некоторых. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам. Главное, среди которых ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентство Prime заслуженный юрист России Иван Соловьев. Она может быть математической, если оператор ввёл неправильные данные. Подложительность трудового стажа, например, разъяснил юрист. В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придётся. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится. Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. То есть даже, допустим, у человека нет ноги, но он свой инвалидный статус не подтвердил, не дошёл. Будет считаться здоровым. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учёбу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истёк срок действия вид на жительство. То есть закончился вид на жительство, и ходи голодный. Причём пенсии эти в основном небольшие, часто мизерные. А вот как насчёт увеличения пенсии каждый год, что обещал президент, когда поднимал пенсионный возраст. Дескать, за счёт тех, кому недоплатят, поднимут на тысячу в год остальных. Но что-то не поднимают. Только рубль опускают. Так что национальная валюта за последнее время потеряла как минимум половину стоимости. Ну ничего, хорошо тому живётся, а у кого одна нога. И портянка меньше рвётся, и не надо сапога. Генпрокуратура выступает против распродажи профсоюзной собственности. Генпрокуратура оспаривает решение Мосгорсуда, отменившего передачу государству в 30 санаториев в районе Кавказских Минбулат. Санатории принадлежали профсоюзам и были проводаны решения. Суда оправдывает коррупцию, считают в прокуратуре. Генпрокуратура за последний год подала десятки исков с требованием передачи государству частных активов. Второй кассационный суд общей юрисдикции на следующей неделе может рассмотреть кассацию Генпрокуратуры, которая оспаривает решение Московского городского суда по делу о возвращении в собственность государства 34 санаториев, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России. Судебное заседание по кассации назначено на 26 сентября. Следует из карточки дела. Генпрокуратура требует отменить апелляционное определение Мосгорсуда и оставить в силе решение Гагаринского районного суда. В августе 2022 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры обратил в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения в регионе Кавказских минеральных вод, сочетая их продажу в 2000-х годах незаконной. ФНПР в 1990-х годах безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе санаторно-курортные учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости. По версии Генпрокуратуры, глава ФНПР Михаил Шмаков совместно с другими должностными лицами органами управления ФНПР и Федерацией предсоюзов Ставропольского края распродавал эти активы, что привело к утрате их лечебных и оздоровительных свойств. По данным прокуратуры, сделки осуществлялись, в частности, через ООО-курортное управление. Создано в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством Шмакова. Компания возглавлял Николай Мурашко, являющийся сейчас депутатом Думы Ставропольского края от «Единой России». В судебном разбирательстве участвуют 99 ответчиков, и 237 третьих лиц следуют из карточки Димы. Генпрокуратура настаивает, что согласно постановлению Верховного Совета России от 1992 года, продажа санаторно-курортных объектов в регионе Кавминвод была запрещена до принятия соответствующего положения. Как утверждает Генпрокуратура, Шмаков без согласия правительства и в нарушении законодательного запрета на приватизацию курортных организаций неправомерно расчленил и распродал по частям 24 санатория, в том числе в пользу своих близких и родственников. Вывод многобиллиардного дохода от оставшихся 10 комплексов Шмаков по версии надзорного ведомства организовал в пользу структур своего сына через курортное управление, холдинг. По данным Генпрокуратуры, профсоюзы реализовали 131 объект из 24 учреждений на сумму 3,3 миллиарда рублей. Действия ФНПР были признаны Гагаринским районным судом, нарушающими законодательство о противодействии коррупции, однако Мосгорсуд признаков коррупции не обнаружил. Генпрокуратура в кассационном представлении настаивает, что Мосгорсуд под непроцессуальным воздействием ответчиков проявил необъективность и тенденциозность при рассмотрении дела, а в действии суда и ответчиков носили скоординированный характер. В Британии нарастают протесты против монархии. Участники британского движения «Репаблик», выступающего против монархии в субботу, устроили акцию протеста в Букингемском дворце, сообщает газета «Теллибер». Активисты приобрели билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов. Участники движения пробрались в королевский дом, вскоре после полудня притворившись туристами, затем сфотографировались в большом зале в футболках с надписью «НЕМОЙ КОРОЛЬ». Лидер британского движения «Репаблик» Грэм Смит заявил, что это первый протест против монархии в Букингемском дворце. Он отметил, что движение продолжит протестовать против монархии по всей стране. Следующая акция запланирована на 7 ноября. Акция протеста против монархии в момент коронации, в которой приняло участие около 1600 человек, была сорвана лондонской полицией. Вообще как-то забывается, что одной из важнейших стран мира по-прежнему правит король, как времена рыцарей и крестовых походов. Кстати, ракетами, произведенными в этой стране, был нанесен удар по штабу Черноморского флота России, которая, что не говоря, является республикой по конституции. А в Британии вообще нет конституции. Только король и церковь, которую он возглавляет в 1534 году, был принят акт о верховенстве, который провозглашал английского короля главой англиканской церкви. И с тех пор, в принципе, ничего не менялось. Продолжение следует...